Здравствуйте! На канале ФКТ «Время новостей» в студии Инга Габеша и в начале коротко о некоторых темах выпуска. Кто за прилавком, наемный работник или сестра, неважно, оформить надо. Бюджет Сочи каждый год теряет миллиарды из-за серых схем занятости. 47-летняя женщина задержана за распространение наркотиков. У нее дома нашли больше килограмма метилофедрона. И полвека назад, и сегодня дети рисуют одно и то же – счастье. Выставку работ своих воспитанников за 50 лет организовала первая художественная школа. Российские биатлонисты в Сочи продолжают готовиться к военным играм. В рамках турнира они проведут три гонки. Весь Краснодар проверят на противопожарную безопасность. Такое поручение Вениамин Кондратьев дал сегодня на краевом совбезе. В первую очередь такую работу необходимо провести в музыкальном микрорайоне. Как доложил замначальника регионального управления МЧС, во время пожара спасателям приходилось обследовать каждый сантиметр горящего дома. Огонь спускался на нижние этажи по пластиковым трубам. Эта трагедия показала, какую угрозу для жизни несет самовольное строительство. И сегодня важно сделать все, чтобы предупредить подобные случаи, отметил Вениамин Кондратьев. Во всех округах города Краснодара, где есть эти самострои, мы прекрасно знаем, где они есть. Вот так же неплановые проверки на противопожарную безопасность нужно провести. И вот здесь не стесняйтесь, привлекайте и тосовцев, и общественников, привлекайте всех. Потому что, коллеги, это наш общий город. И проблема сегодня самостроев наша общая. Все были и все смотрели. И все видели, какое расстояние между домами, когда они строились в музыкальном микрорайоне. Ну, абсолютная была равнодушие. И отчаяться ищем виновных. Притом, в себе, как правило, никто его не видит. Даже ни застройщик, никто, кто квартиры купил, с власти никто ответственность не снимает. Из городской, в том числе. Потому что позволили сегодня этим домам подняться. Но сегодня, я еще раз подчеркиваю, нам необходимо найти выход, хотя бы с точки зрения того, чтобы мы больше не загорелись. Напомню, что сгоревший дом на Прокофьево был самостроем. Возвели его в 2010-м, а через год узаконили решением суда. Как отмечают эксперты, трагедии можно было избежать. Три года назад в этой многоэтажке прокуратура обнаружила массу нарушений, в том числе противопожарной безопасности. Но застройщик их так и не устранил. Бескомпромиссно бороться с самовольно возведенными постройками Вениамин Кондратьев потребовал сразу после вступления в должность. И за последние два года в крае ни один самострой не был узаконен. Нового председателя Совета молодых депутатов избрали в Краснодаре. Во дворце спорта «Олимп» собрались кубанские парламентарии. Более полутора тысяч их младших коллег участие в заседании принял и глава региона Вениамин Кондратьев. Это уже 12-й съезд молодых депутатов. Продолжат тему наши коллеги из Краснодара. Уместить всех народных избранников и их младших коллег удается разве что в Большом зале Краснодарского Олимпа. В таком составе они по традиции собираются раз в год. Обсудить проделанную работу и наметить новую программу. В 2016-м молодые депутаты в своих районах проводили приемы граждан, решали проблемы жителей и были инициаторами множества проектов. Совет молодых депутатов в 2016 году инициировал основной такой проект, который мы осуществили. Это профориентационные экскурсии молодежи. То есть мы вывезли старшие классы школ на крупные предприятия градообразующих Крымского района. И вот эту инициативу мы предоставили в Краснодарский край, то есть чтобы всем нашим коллегам по муниципалитетам приняли эту инициативу и внедрили в своих районах. В крае сегодня спрос на молодые и перспективные кадры. Привлечение их в экономику и политику – одна из ключевых задач власти, отмечает Вениамин Кондратьев. Глава региона обращает внимание на то, как помолодел губернаторский корпус. На молодежь возлагают большие надежды. Будущее родного края зависит от каждого. Главное – проявить активность. Когда вы занимаетесь сегодня в парламенте, не имеете права сказать, что от вас ничего не зависит. Только потому, что вы молоды, вы активны, вы энергичны и готовы, я уверен, максимально войти во все сферы, проблемные сферы нашей сегодняшней жизни, реальной жизни. И никто вам в этом не мешает. Вы думающие поколения. Я верю, что у вас большой потенциал. Друзья, у вас большое завтра. Если вы сами этого хотите, то единственное – никому не отдать свое место. Одним из первых в стране Совет молодых депутатов появился на Кубани. По инициативе Владимира Бикетова его создали 11 лет назад. И сейчас там больше полутора тысяч человек. Своего рода это кадровая школа для органов власти. А ее выпускники становятся депутатами законодательного собрания и руководителями муниципалитетов. За эти годы Совет состоялся как надежный и неотъемлемый элемент политической структуры нашего общества. В депутатском корпусе края сегодня действуют сотни молодых людей, активных, компетентных, неравнодушных, стремящихся менять жизнь к лучшему. У них есть еще одна общая черта – это готовность учиться, осваивать новые сферы деятельности, реализовать инновационные проекты. Совет молодых депутатов принимает активное участие во всех значимых делах и преобразованиях как на краевом уровне, так и в муниципальных образованиях Кубани. Из такой вот кузницы кадров в прошлом году четыре молодых парламентария отправились на пост заместителей глав муниципалитетов. А председатель совета Дмитрий Ломейкин был избран депутатом в Госдуму. На его место общим голосованием сегодня назначили Александра Поголова. Новый руководитель пообещал продолжить все заложенные традиции. Будет также организовано и обучение, потому что это очень важно. Тогда, когда молодой депутат вооружен именно постановлениями, законодательством, но и в общем просто может работать с населением, то есть это приемы граждан, тогда, конечно, деятельность, ну скажем, легче. Шанс уйти на повышение у молодых депутатов есть и в этом году. Впереди выборы в законодательное собрание края. Борьба за мандат обещает быть жесткой, ведь кубанский парламент всегда считался одним из самых сильных в стране. В парламенте нужны реальные люди. Люди слова и люди дела. Сегодня много инициативных людей, которые хотят стать депутатами законодательного собрания партий и общественных движений. Очень важно, чтобы была настоящая конкурентная борьба. Именно борьба, где на самом деле те, кто предлагает конкретные решения, не отвязанные от жизни. Я прошу вас не быть участниками этих грязных пиар-технологий, которые, к сожалению, в наш край тоже пришли. И вот эти вот в кавычках идеологи всех этих манипуляций не должны прибегнуть к вашей помощи. Не станьте марионетками вот этих недобросовестных общественных движений, корректно говорю, и в том числе и, может быть, партий, которые пытаются использовать сегодня молодежь для своих совсем не очень хороших целей. Активных и неравнодушных молодых людей Вениамин Кондратьев и Владимир Бикетов отметили почетными грамотами и благодарностями. А по итогам конкурса ЗСК определили лучшие советы молодых депутатов. Они получили денежные премии для обустройства детских спортивных площадок. Бюджет Сочи каждый год теряет миллиарды рублей из-за серых схем занятости. Налоги вместо городской казны пополняют карман нечестных работодателей. Накануне десятки таких предпринимателей были приглашены в администрацию Сочи. Представители налоговой службы, пенсионного фонда, трудовой инспекции, прокуратуры в мэрии города в режиме прямого общения обсуждали нарушения со стороны сомнительных работодателей. Чтобы не быть голословными, перед началом работы Межведомственной комиссии по занятости населения, ее представители под руководством замглавы города Ирины Романец вышли в рейд. Проверку провели в нескольких предприятиях и практически в каждом грубые нарушения. Сотрудники невнятно рассказывают о том, что работают официально. Документов, правда, практически ни у кого нет. Да и на вопрос о зарплате расходятся в показаниях. Хозяин этого магазина автоматически получает приглашение на заседание комиссии. Ее проводят на следующий день в администрации Сочи. Обсудили ситуацию во всех районах города. Лазаревский выходит на видеосвязь. Несколько десятков сомнительных работодателей присутствуют лично. Разбирают ситуацию по каждому персонально. Среди членов комиссии представители прокуратуры, трудовой инспекции, налоговой службы и пенсионного фонда. Собираются на заседание они уже в 37-й раз. Сдвиги в статистике нарушений есть. Только в прошлом году заключено 17,5 тысяч дополнительных соглашений. Но ситуацию намерены решать до конца. Если бы это был какой-то маленький сегмент и не социально чувствительно, один вопрос. Но когда это выливается вот в такую беду, и тут еще работать на такой практике, это против всех правил. В первую очередь это забота о будущем людей. Серые зарплаты не обеспечивают социальных гарантий при выплате пенсии. Чтобы таких людей было меньше и проводится работа. Кстати, на ее начало сочинская администрация недосчитывалась около 70 тысяч трудоспособных горожан. Неофициальная занятость такого количества людей – это настоящая социальная беда для всего города. Даже если представить, что они бы получали официально минимальную зарплату 10 тысяч 770 рублей, то и в этом случае потери для городского бюджета уже колоссальные. Так вот, если 70 тысяч умножить на эту цифру, почти на 11, я на 10 умножаю, и умножить на 12 месяцев – это 7 миллиардов рублей. И только подоходный налог, чего мы не досчитываемся, это 13 процентов. Миллиард 300 миллионов. Приглашенные предприниматели из разных сфер бизнеса излагают примерно одинаковые истории оправданий. Предприятие новое или вовсе еще не работает, или оформлять людей собирались как раз-таки на днях. Но самая распространенная ситуация – это когда помогают в бизнесе родные люди, которых, как думали, трудоустраивать не обязательно. Работаю сама и работает мама. Мама – пенсионерка, не хочет оформляться, чтобы пенсии меньше не было. Гостиницы, магазины, строительные площадки и транспортные компании. Мониторинг ситуации ведется во всех сферах городского бизнеса. Практически в полном составе приглашенные предприниматели получили протокол о трудовой инспекции. Теперь на их территории пройдут масштабные проверки, которые должны мотивировать все-таки навести порядок в документах работников согласно Трудовому кодексу. Галина Моисеева, телекомпания ФКТ. 18 февраля сотрудники подразделения МВД, отвечающие за обеспечение правопорядка на транспорте, отметят профессиональный праздник. 98 лет исполнится транспортной полицией России. В Сочинском линейном управлении в преддверии этой даты вручили очередные воинские звания и благодарности сотрудникам. Присвоением первых офицерских званий и вручением погонов молодым сотрудникам отметили дату образования службы в линейном управлении внутренних дел Сочи. Наградили полицейских грамотами и медалями. Слова благодарности звучали и в адрес ветеранов подразделения. Хотелось бы поздравить ветеранов и действующих сотрудников транспортной полиции с Днем образования транспортной полиции, который будет праздноваться 18 февраля. Ветеранов поблагодарить за ту работу, которую они проводили. И действующих сотрудникам пожелать успехов, поблагодарить их за ту работу, которую они выполняют по охране общественного порядка транспортных магистралей города Сочи. С момента образования это подразделение МВД имело в государстве особый статус, ведь его специалистам была доверена работа по обеспечению и охране правопорядка на водных, сухопутных и воздушных магистралях страны. И сегодня задачи сотрудников, в частности сочинского управления на транспорте, это безопасность пассажирских и грузовых перевозок, противодействие терроризму, распространение наркотических средств на всех видах транспорта. От имени главы города Сочи, от имени всех жителей города Сочи, я бы хотел вас поблагодарить за ту работу, которую вы делаете. Пожелать вам всем оперативной удачи. Любой правильно заданный вопрос может позволить раскрыть довольно-таки звонки преступлений. И вы это уже доказали. Ваш коллектив способен на норму. В нашем городе находятся статистические объекты, которые всегда привлекают внимание тех людей, которые сюда направляются с нехорошими намерениями. Это международные аэропорты, это железнодорожные вокзалы, это и автовокзалы. И везде необходимо ваше присутствие, ваш профессионализм. Все примеры обеспечения правопорядка и безопасности на объектах транспорта говорят о том, что сегодня сотрудники подразделения достойно справляются со своей основной задачей. По итогам прошлого года на транспортных объектах не зафиксировано тяжких преступлений, нарушений общественного порядка. Для этого в Сочи проведено 109 оперативно-профилактических мероприятий. Рината Шипулина, Михаил Дубинин, телекомпания ФКТ. 47-летняя женщина задержана в Сочи за распространение наркотиков. Гражданка сопредельного государства была задержана сотрудниками отдела по контролю за незаконным оборотом наркотиков Центрального района. В ходе обыска по месту временного проживания женщины оперативниками была обнаружена и изъято более одного килограмма наркотиков. Согласно заключению экспертизы, изъятое вещество – это метилофедрон. Как пояснила сама задержанная, в Сочи она приехала около месяца назад с целью распространения наркотика путем закладок. В ходе обыска на съемной квартире оперативники обнаружили свертки с веществом белого цвета, весы и полимерные пакеты, предназначенные для фасовки порошка. Установлено, что подозреваемая приобретала наркотики через интернет. В отношении приезжей возбуждено уголовное дело. Максимальное наказание, предусмотренное санкциями статьи – лишение свободы сроком до 15 лет. Мы просим всех жителей нашего города, если кто-то обладает информацией о так называемых закладчиках, незамедленно сообщайте в полицию по телефону 02. В Сочи в результате ДТП погиб водитель. Сообщение об аварии поступило в дежурную часть утром в начале 9-го. ДТП произошло на улице Шоссейной в районе дома номер 4. По предварительным данным, водитель в Азовской копейке на скорости не справился с управлением, съехал с дороги и допустил опрокидывание машины. В результате аварии водитель скончался на месте. По факту ДТП проводится проверка. Юные инженеры совершенствуют свои навыки в робототехнике. В Сочи в эти дни проходят региональные отборочные соревнования по разным видам этой дисциплины. Роботофес 2017 собрал порядка 85 команд, а это больше 200 участников. Сегодня первый день соревнований, где участвуют юные техники от 7 до 12 лет в таких направлениях, как чертежник, шорт-трек, сортировщик и траектория. Чтобы создать автоматизированного робота, ребятам необходимо разбираться в информатике, математике, физике. Большую роль, отмечают судьи, имеет и находчивость игроков. Многим удается побеждать даже с не очень скоростным роботом. К слову, побед, в частности, у сочинских команд немало. В прошлом году у нас было два первых места на всероссийском соревновании, одно третье. В позапрошлом году ребята наши привозили призовые места с робофеста в Москве. Победители сегодняшних соревнований получат право представлять город Сочи, Краснодарский край, на всероссийском робототехническом фестивале в Москве, который будет проходить в марте месяце. Так называемое техническое творчество за последние несколько лет получило большое развитие и признание. С каждым годом увеличивается число участников соревнований. В 2014 году мы разработали проект развития конструирования робототехники на базе всех образовательных учреждений, начиная от дошкольников и заканчивая средними общеобразовательными школами и учреждениями доп. образования. Оборудуем новую базу, новый центр для занятия робототехникой на улице Гагарина. Роботов участники собирают непосредственно в день соревнования, причем без использования инструкции за полтора часа до заезда. Побеждает самый быстрый и точный робот. Успех, отмечают сами робототехники, зависит от правильно написанной программы. В воскресенье уже подведут итоги робофеста и определят победителей. Рината Шипулина, Михаил Дубинин, телекомпания ФКТ. Лоскутное одеяло земли развернули сегодня в художественном музее. Экспозиция «Наш дом. Планета Земля» посвящена 50-летнему юбилею первой художественной школы. Авторы картины, с которых сотканы эти так называемые лоскутные одеяла – воспитанники художественной школы имени Александра Ивановича Пахомова. План о создании такой необычной выставки преподаватели вынашивали несколько лет. Этим одеялом земли коллектив единомышленников школы демонстрирует свое восхищение красотой природы. Ведь именно у нее художники черпают и графические ритмы, и живописные колориты, и выразительные образы для своих композиций. Прослеживается здесь и тема дружбы через улыбки представителей разных народов мира. Земля смотрит на глазами людей, птиц, глазами павлиньих, перьев, глазами озер. Фактически получился отработанный проект, потому что смотрели и Землю из космоса, и наоборот микросъемку. Капельку росы рассматривали и говорили очень много и о земле, и о жизни на земле, и об экологии, ну и, конечно же, о гармонии и красоте мира. Это как выставка и акция одновременно. Чтобы 50-летие одной из старейших художественных школ края запомнилось не только нынешним ученикам, но и выпускникам прошлых лет, преподаватели решили создать сразу две выставки. Вторая ретроэкспозиция открылась в самой школе имени художника Александра Пахомова. Здесь внимание зрителей фото 60-х и непосредственно сами художественные работы, нарисованные полвека назад. Темы работ, отмечают педагоги, за это время не поменялись. Дети во все времена изображают природу Земли и сказку. Не изменен в художественной школе и творческий дух, а берегут его педагоги, увлеченные своей работой. Те ценности, о которых мы говорили, и дух единства, и любовь к искусству, и любовь к детям, и, в общем-то, горение вот этим, что делаешь, оно, как было, таким и остается. Здесь нельзя работать, просто отработал по часам и шел. Всегда вот и нам учителя говорили, что искусство – это сопереживание. А учить искусству – это практически то же самое. Экспозиции в честь полувекового юбилея детской художественной школы номер один открыты для посещения до 12 марта. Ольга Десятого, Инга Габешия, Николай Тихонов, телекомпания ФКТ. В Сочи сегодня открылся десятый юбилейный зимний фестиваль искусств под руководством Юрия Башмета. Концерты и представления фестиваля пройдут на трех площадках. В Зимнем театре, зале органа и камерной музыки, а также на курорте «Роза Хутор». Сегодня, в день открытия, в Зимнем театре покажут спектакль «Не покидай свою планету» с Константином Хабенским в главной роли. Галоконцерт состоится 18 февраля. На 19 февраля запланирован вечер балета. В зале органа и камерной музыки в понедельник пройдет концерт солистов и ансамблей Гонконгского оркестра китайских инструментов. А в Зимнем театре – премьера спектакля «Сивильский цирюльник». В театре 21 февраля пройдет специальный проект фестиваля «Там, где Китай встречается с Европой», в котором примут участие камерный ансамбль «Солисты Москвы» и «Китайский оркестр Гонконга». В этом году впервые мероприятия фестиваля пройдут на курорте «Роза Хутор». Там покажут сказку для детей и взрослых с оркестром «Руслана Людмила». И состоится авторская версия Евгения Онегина. Идея такая, чтобы среднему по подготовке слушателю, все знающему, но не точно, ну так скажем, вот, чтобы он понимал, о чем идет речь, и в то же время услышал шедевры музыкальные, знаменитые арии. И тогда появилась идея пригласить прекрасных актеров, которые будут не назойливо, но без всяких сокращений читать Пушкина. И вот тут же Петр Ильич, это все, значит, синтез получается такой. И опера идет без антракта, ну, этот спектакль. И она не утомляет, а это прекрасный, в общем, такой новый жанр. Завершится фестиваль 26 февраля голоконцертом с участием скрипача Вадима Репина, пианиста Дениса Мацуева, на «Альте» Юрия Башмет. Также состоится выступление Всероссийского юношеского симфонического оркестра. Российские биатлонисты в Сочи продолжают готовиться ко всемирным военным играм. В рамках турнира они проведут три гонки, а сегодня провели открытую тренировку. На ней побывала Ольга Десятого. Красная Поляна – биатлонный комплекс «Лаура». Здесь уже 24 февраля стартуют всемирные военные игры. В борьбу за медали вступят сильнейшие стреляющие лыжники планеты. Ну а сегодня финальные тренировки здесь проводят российские армейцы. Работа на трассе и стрельба. Сейчас, говорят тренеры, самое важное – не навредить. Каждого спортсмена к важному старту подводят индивидуально. К играм наши биатлонисты должны прийти на пике формы. Сейчас команда тренируется в таком составе – пять мужчин, пять женщин. Но еще к нам с чемпионата мира должны подъехать Татьяна Акимова и кто-то из ребят. Сейчас пройдут окончательные гонки. Кто будет в наилучшей форме – один или два человека подъедут из ребят. Это или Антон Бабиков, Максим Цветков и Матвей Елисеев. Костяк нашей команды – чемпионы Европы и мира в классическом и летнем биатлоне. Среди участников и вчерашняя юниорка – чемпионка Старого Света Ульяна Кайшева. Этот комплекс – один из самых моих любимых. Я была здесь много раз и летом, и зимой. Тренироваться здесь действительно очень сложно. Я думаю, это очень хорошо для последующих соревнований. Но соревнования я здесь бегала только летом. И первый раз мне это предстоит зимой. И посмотрю, как это будет в бою. Сочинская трасса, несмотря на всю сложность, говорят тренеры, хорошо знакома российским спортсменам. Еще один плюс – наши биатлонисты уже успели пройти адаптацию к Среднегорью. Это должно принести результат. Тренерский штаб нацелен на победу в общекомандном зачете. Наши соперники – это участники чемпионата мира, чемпионы Европы и победители зимней универсиады. Но бороться за медали биатлонисты будут в трех дисциплинах – спринт, смешанная эстафета и патрульная гонка. Этот вид не очень знаком поклонникам биатлона. Чаще он проводится именно в рамках турниров среди военных. Первые соревнования в рамках всемирных военных игр здесь, на биатлонном комплексе «Лаура», стартуют уже 24 февраля. Здесь пройдут сразу две гонки – мужской и женский спринт на 10 и 7,5 километров. Кстати, посмотреть за борьбой стреляющих лыжников все желающие смогут абсолютно бесплатно. Единственное условие – билет на подъемник нужно приобрести самостоятельно. Ольга Десятого, Алексей Давыдов, телекомпания «ФКТ». Распродажа года в торговом доме «Людмила Плюс». Керамическую плитку, напольные покрытия, мебель, сантехнику, душевые кабины и ванны в эти выходные можно приобрести по доступным ценам. Сделать для себя достаточно выгодную покупку можно уже в эту субботу. В торговом доме «Людмила Плюс» сейчас действуют большие скидки на любой товар. Как всегда, оригинальностью отличается керамическая плитка. Яркая, красивая и легко вписывающаяся в современный дизайн интерьера. Большой выбор керамогранитов в коллекции – тысяча наименований. Разнообразный ламинат. Покупку можно сделать и под заказ, и в соответствии с пожеланиями клиента. Эйми, как правило, могут быть не только владельцы жилья, но и гостиницы, санатории и мини-отели. Представлен в «Людмиле Плюс» огромный ряд душевых кабин, ванн, раковин и унитазов. Качественные санфаянсы только на этой неделе под таким умеренным ценам. Распродажа года порадует и тех, кто любит баню. В магазине «Боярин», который переехал с новой зари в торговый дом «Людмила Плюс», вам предложат построить и оборудовать русскую баню или финскую сауну. В продаже электрические печи, печи на дровах, двери излипы и стеклянные термостойки и секции. Все комплектующие аксессуары. Такая пошла тенденция в России, что каждый третий человек даже в квартире уже делает баню. И мы можем предложить также, у кого уже есть, веники из дуба, из эвкалипта. То есть кто уже построил шапочки, одежду, бандарные изделия. Привлечет своей доступностью и мебельный салон. Корпусная мебель, спальни, кухни, гостиная российского производства со склада в Краснодаре. Цвета разнообразные. Действует система заказа под определенные размеры. Торговый дом «Людмила Плюс», расположен по адресу Донская, 3-3, работает ежедневно, без перерыва и выходных. Скидки на весь товар действуют в течение этой недели. Повезет тому, кто придет первым. Елена Овсец, Надимир Даниловский, телекомпания ФКТ. На сегодня все. Завершаем же выпуск информации от наших партнеров. Сеть салонов «Ткани для дома» предлагает широкий ассортимент тканей, текстиль, постельное белье, пошивштор на заказ. Ну а все новости уже на нашем сайте fkt.com. В студии была Инга Габешия. Спасибо за внимание и всего вам самого доброго.